Привет, друзья! Собрала для вас фильмы с интригующим сюжетом. Не забудь поставить лайк, а мы начинаем! Аэронавты. Лондон. 1862 год. Эксцентричная лётчица Амелия Рен, отбросив страхи, отважится на очередной полёт на воздушном шаре, на этот раз в компании молодого учёного-метеоролога Джеймса Глейшера. Их цель – побить рекорд французских воздухоплавателей и подняться над облаками. Джеймс уже предвкушает, что этот полёт даст толчок к развитию метеорологии и войдёт в историю. Амелия продолжает бороться с дурным предчувствием. Отважные мечтатели мажут ручкой восторженной толпе и спонсорам, в то время как шар плавно отрывается от земли. Внизу уменьшающийся Лондон, а наверху заметно надвигающаяся непогода. Иллюзия о прекрасном путешествии быстро сходит на нет, и начинается борьба за выживание. Персонаж. Молодой художник Кейга работает ассистентом Уманкаги и мечтает стать таким же популярным автором в жанре саспенс. Кейга талантлив, но проработанный персонажей его не самая сильная сторона, поэтому работы не публикуют, ссылаясь на то, что главный злодей в них не реалистичен. Кейга расстроен, но считает это замечание справедливым. Как-то разу он вошёл внутрь симпатичного коттеджа, который по заданию шефа нужно было зарисовать, и увидел произошедшую здесь кровавую расправу. Все четверо жильцов убитые. Шокированному Кейгу удается заметить убийцу, покидающего место преступления, однако во время допроса полиции он упускает эту важную деталь. Воспоминания из будущего. Очнувшись в больнице после падения с высоты, молодая женщина Суджин совершенно ничего не помнит, ни как она здесь очутилась, ни как её зовут. К счастью, у неё есть любящий муж, чтобы о ней позаботиться. Он забирает её домой, окружает вниманием и пытается помочь восстановить память, но безуспешно. Более того, из-за травмы или же из-за лекарства Суджин начинается галлюцинацией, и она после некоторых точных совпадений решает, будто видит будущее. Поиск. После смерти женой у Дэвида Кима единственным близким человеком остаётся дочь десятиклассница Марго. Дэвиду несложно быть хорошим отцом, поскольку Марго всегда была послушным ребёнком и никогда не доставляла проблем. Именно поэтому гиперопеку он дочь не достаёт, но следит, чтобы она всегда была на связи. Даже когда он на работе, а она в школе, между ними идёт обмен сообщениями и фотографиями. Однажды Марго осталась ночевать у подруги, но вдруг перестала отвечать на звонки. Такого никогда раньше не случалось, и Дэвид понимает, что дочь попала в неприятности. Но, видимо, не такой же нахороший отец, раз не знает никого из её друзей и понятия не имеет, где её искать. Теперь Дэвиду придётся взломать ноутбук Марго, чтобы прояснить ситуацию. Кислород. Действие происходит в замкнутом пространстве, а именно в криогенной капсуле Омикрон, в которой только что очнулась молодая женщина. Ни своего имени, ни обстоятельств, благодаря которым она сюда попала, женщина не помнит. Но выбраться или позвать кого-нибудь на помощь ей очень хотелось бы. Однако, по близости никого из живых нет, и чтобы сориентироваться, ей приходится использовать ту информацию, которую выдаёт ей голосовой помощник. С ним можно иметь дело, если знать, какие вопросы задавать. Но с этим, похоже, проблема. И пленница получает важную информацию в час по чайной ложке. А ведь для неё каждая минута на счету. Из-за аварии уровень кислорода в камере неуклонно падает. Обязательно напиши, какие из фильмов ты уже смотрел, и какие тебе больше всего понравились. Нашим зрителям будет интересно твоё мнение.